Ребята, мы выходим на самого огромного и непобедимого Крэнга в этой игре. Интересно, справится ли с ним Армагон или нет, мы сейчас посмотрим. Мы сейчас это узнаем, ребята, пишите в кометах, сможем это сделать или нет. Погнали! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Дитол, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет, срочно поставьте лайк, потому что мы сегодня проходим Армагоном всех боссов, и досмотрите до конца, чтобы понять, насколько это мощный персонаж. Да, дорогие друзья, мы играем на нашем топовом аккаунте сотового уровня с полной подпиской Додзе с самыми топовыми персонажами. А если хотите такой же аккаунт, такую подписочку Додзе навсегда, ребята, сотовый уровень, кучу баксов, мутагенчика, любого персонажа, которого только пожелаете, пишите нашему подписчику, ссылка на него в описании к этому видео, уточняйте у него все условия, и он вам обязательно поможет. Так, а мы сейчас прям прямичком управляемся. Куда в сюжет? А здесь глава первая и наш первый испытуемый. Так, классик Шреддер у нас остается позади, и молодец друг, а у нас Армагон рвется в бой, ребята, как вы думаете, кстати говоря, пройдет он всех боссов или нет, потому что у нас Шреддер обычный-то вообще до кренга не дошел. Да, вот такой вот он, удивительный. Так, смотрим, разрушитель, метеорит, ребята, очень мощная атака, идет в бой, ба-бах, вот так вот, 12 тысяч, мощно, мне кажется, Армагон будет один из самых мощных персонажей, он самый такой, один из топовых, его тяжело получить, сложно подерять. Ну и как вы знаете, там дальше. У нас первый испытуемый, это, конечно же, лавовый големище, который получает на самый максимальный дамаг, и угадайте, сколько сейчас дамага нанесет ему Армагоша. Да, так, и, конечно же, мощная атака, смотрим. Погнали, ребята, разрушитель у нас мощный, просто 190%, и 13-330, это рекорд, это рекорд из всех тех, кто у нас был, это Сплинтер, два Шреддера, три Шреддера, три Шреддера у нас уже было, да, три Шреддера, и Усаги это самый мощный, кажется, дамаг, насколько я помню. Круто, молодец, Армагоша. Армагон просто топовый персонаж, если честно, ребята, вот кто хочет себе хорошего персонажа, обязательно возьмите себе Армагона, прокачайте его, не пожалеете. Да, и это сделать можно у нашего подписчика, ребята, изи катка вообще, просто, обращайтесь. И мы погнали дальше, у нас вторая глава, у нас здесь кренги из коробок, и мы погнали в бой, ребята. И, кстати, не забывайте писать в комментариях ваши составы, потому что мы играем через видео в составы подписчиков, так что пишите ваши составчики, ставьте лайки, делитесь видео, все то же самое, как и всегда, ждем ваши комменты. Да, так, ну что же, начинаем, у нас две массовые атаки, и это очень круто. Вообще шикарно, Армагоша тащит, ребята, две волны, сейчас будем на массовых проходить, а потом мощную атаку, самый оптимальный персонаж для всего, что только движется. Так, и, конечно, метеорит всех победит. Да, метеорит очень мощный, ну прям внушает такую мощь огромную, которая исходит от этого здорового акула-менского робота, я даже не знаю, это гибрид какой-то акулы, зверя и монстра, вот так вот. Так, давай, давай, кренг из коробок, ты готов сейчас, чтобы Армагон тебя прокусил. Да, сейчас прокусим его, и очень мощно нанесен, 13 тысяч обеспечено ему, ребята, ну-ка, бом-бом-бом, и 13,299, шикарно. Просто очень мощно. Огонь, ребята. Ну, я думаю, что у Армагона все шансы победить нашего кренга, здоровючего, огромнейшего. Ну, слушаю, две массовые атаки, можно просто моментально до него добраться и уже раскидать его налево и направо. И самое главное, что у него есть броня, когда используешь атаку обычную, кажется, да, обычная атака у нас, или вот эта вот мощная, у него появляется броня, или у него пассивка броня. Я не помню точно, возможно, даже пассивка. Сейчас посмотрим, сейчас, ребята, это посмотрим, выйдем на Шредера. Шредерочек у нас здесь, Армагончик против Шредера, тоже неплохой такой эксперимент. Но Шредер слабенький, Шредер слабенький, конечно. Сделали бы нам Супер Шредера, вот против Супер Шредера, вот это была бы битва. Это было бы очень круто. Так, и давай-ка запускаем и тярит всех победит. Да, это пассивка, видишь, она автоматически активизируется, в зависимости от того, какой атаку используешь. Но, как мы знаем, ребята, вот она, да, пассивочка. А, 30% вероятность в начале хода. И мы знаем, что, да, когда мы выходим на самого крутого босса, у нас начинается куча проблем. У нас не работают пассивки, не работают атаки, ничего не срабатывает. Просто начинается самый худший сценарий развития вообще событий. Но ничего страшного, мы готовы ко всему и готовы побеждать. Так, у нас здесь Шредер. Очень маленький по сравнению с Армагоном. И мы сейчас очень мощно его кусанем. Похрустим. Шредером. Бам! Три раза аж. 13 тысяч дамага, ребята. Это очень мощно. Это очень большие цифры. На ребята, кстати, скидывали в контакт скриншоты свои с максимальным дамагом. И там максимальный, кажется, 15. Но мне кажется, что мы... Мне кажется, мы больше 15-ки убиваем. Мне кажется, мы даже по 20 выбивали. По 19 тысяч у нас дамага было. Вот бывали такие моменты. Двадцатки точно не было. Но по 19 тысяч мы точно выбивали. Кто видел, кстати говоря, напишите в комментариях, какой максимальный дамаг мы выбивали. Потому что у нас столько уже дамага проходило, что его не пересчитаешь цифрами. Только словами можно сказать. Одним. Одним емким таким хорошим словом. Так, так, так. Армагоша выходит у нас, ребята, на лесных обитателей. Здесь у нас мотыльки жирные. И маленькие грибы. Сейчас мы... Маленькие грибочки. И мотыльки огребают. И сейчас вот просто толпа. Ребята, вот это, на самом деле, самые вредные противники в игре, мне кажется. Ну, конечно, маузеры есть еще тоже противные. Но вот эти... Да, вот эти одни из самых, потому что они уклоняются, лечатся и вообще просто безобразно себя ведут. Мне кажется, что когда у нас был 80-й уровень, мы с ними уже страдали. Всегда страдали. Вот. И сейчас будем страдать... Не будем страдать совершенно с нашим здоровым, одноглазым Джо. Но, правда, глаз у него, как мы выяснили в предыдущих прохождении, очень много. Вы видите, да, что у него весь лоб в глазах. И у нас броня. Смотри. Вот это поворот. Броня, это хорошо. Давай прокусим его хорошенечко. Максимально мощно. Хром-хром-хром, 13 тысяч дамага, ребята. Даже Джо получает 13 тысяч. И, кстати, нам сейчас придется одну массовую атаку оставить на двух братьев големов. Да. Потому что големчики-то хоть надо их хрустануть так с одного разочка. Армагон сможет это сделать. Конечно, хрустануть-то хрустануть, чтобы они получили свое. Заметеоритить. Метеорит из измерения Х прям, чтобы обратно они туда улетели. Вот они. Вот они. Идем. Идем на братьев големов. Со всей артиллерией. Сейчас мы первую волну размотаем. На второй используем массовую атаку. Думаешь, на второй используем массовую атаку? Конечно, здесь четверо. А нет, две массовые, одну массовую атаку. По одному так. Хрум-хрум-хрум. Да, конечно. Конечно. Мы же одну массовую атаку оставим на големчиков. Ну что, по красоте. Да, да, согласен. Все четко. План просто потрясающий. Да, поэтому хрустим. И отправляемся на вторую волну. Там используем ракеты. Удар все падают. Мало того, помимо брони, у него вот здесь еще есть пассивочка. Вызвать отложенный, ну, постепенный урон. На два хода. Ты представляешь? Это ум. В Вормагоне просто сконцентрирована вся мощь черепашек гнидей. Ему только хила не хватает. Но если бы он еще и мог сам себе подхилить и контратаку, это была бы имба имбучия. Да, вот ему бы хил и где-то контратаку даже может быть в каких-нибудь бафах. И он бы был очень крут, ребята. Но он так крут, конечно. Смотрите, два големчика. Выходит из измерения икс к нам прилетают. И что мы для них приготовили? Метеорит. Хороший такой, мощный метеорит еще. Сейчас дадим им жару, а? Главное, чтобы мы первые атаковали. Это очень важно. Смотри, броня у нас. Ну, ничего, по броне ударят. Он даже промахнулся. Он даже по броне нам не попал. Ну, ты... Рука крив. И мы отправляем сюда огромный метеорит. Метеорит всех победит. Интересно, с первого раза-то слягут они или нет? Ну-ка, бам! Вот так вот. Вот это дамаг, ребята. 10-7-800. Вот это урон. Вот это круто. Вот это дал. Вот это Армагон могет. Реально. Шреддер просто отдыхает. Реально. Вот Шреддер обычно, реально, что-то он как-то подвел нас. Не, там разные исходы событий могут быть, ребята. Потому, ну, все зависит от того, насколько повезло или не повезло. Но, тем не менее, все равно он слабоват. Вот на фоне Армагона он реально выглядит слабым. Есть такое дело. Так, ну что же, мы отправимся дальше. И у нас... Кто у нас? Да, Ирмища у нас. Ирма. Ирмища, огромная несуразная девчонка. Но сначала у нас здесь... Сейчас, как вот мне нравится их с одной атаки все время выносить. Этих злодеев. Как они нам... Ох ты. Что с ними? Ну что? Эй, Армагон! Мы тебя перехвалили, что ли? Что с тобой? Армагон не сможет сюда удары их вынести. Ну, Армагон, смотри, лежит, на колени встал. Ты что? Жесть. А что делать-то? Не знаю, наверное, по одному... Ты смотри, что творят! Стойте вообще! Изверги! Прекратите, они 10 раз нас только что атаковали. 10! Давай, может, массовую, но чтобы избавиться от них, да и все. Ну да, а то они нам жизни здесь не дадут вообще по одному... Согласен, они сейчас там скорость нам понизили. Все понизили, мы будем только получать. Вообще просто ужас какой-то. Как так? Слушай, что-то там не сработало где-то, мне кажется. Но 70-й уровень, уже видишь, с одной массовой атаки тяжело вырубить 70-й, 73-й уровень. Это, ну, реально так. Ну, это потому что, понимаешь, вот когда у тебя все хорошо идет, ты думаешь, каждый... Бима раскладывается. Да, сори, семь... Четыре атаки было, три бима, одну броню. И пятая мимо. Постепенно урон, ничего не наносит вообще. Блин, атаки не восстановились, конечно. Вот здесь придется нам кусачить. О, все, смотри, все дебафы у нас спали, и мы можем спокойненько патить. Но дамаг все равно получаем, но это ничего страшного. Дамаг здесь мы можем получать, потому что Ирма не настолько прям супер мощная. Здесь можно даже с половиной хелса, но броня очень хорошо появляется. Прям очень. Сейчас у нас еще массовая атака восстановится. О, смотри, с постепенным уроном слег. Не докусили, но постепенный урон... Броня, астробат не радует, что броня есть, это прям придает дополнительной, так сказать, мощи. Мне кажется, армагону всегда очень сложно было. И у него дебаф очень быстро спадает. Прям очень радует. Так, ну что же, давай еще прицевидного сейчас мы еще раскатаем. Массовая. Да. Погнали. Еще и быстро массовая восстанавливается. Ты смотри, как классно. Еще у нас ход еще один. Бам, все, закусили. Отлично, ребята, справились. Но на самом деле как-то вот сложновато чуть-чуть. Ну, видишь, мы на первой волне немножко притормозили. И это у нас сбил наш темп. Да, ребята, ну что ж, Ирмочка у нас. Справимся мы или нет? Ну, я думаю, что изи, изи. У нас броня же, да, есть еще. Да, броня вообще просто. Ирма, атакуете хоть 10 раз нас. Давай. Давай. Броня. Парам-пам-пам. Ошибочка. А мы теперь перекусим ее. Интересно с первого раза. Не, 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 с первого не сможешь. Мы тут прям совсем перебор будут. Ах, 7 тысяч. Ну, правда, перебор 75 уровень с первого раза за 100. Не получится так. Да. Метеоритом зашибем. Метеорит всех победит. Вот так вот, ребята, метеорит еще летит. И бам, зашибли Ирму. Отлично. Выходим на Крэнга. На максималочках практически. На всех, которые только есть. И мне кажется, что все шансы победить у нас есть. Мощная шага с броней. Ребята, пишите в кометах, справимся мы или нет. Потому что сейчас главное пройти вот этих вот обычных мопов. Да, ставьте лайки обязательно. Пишите ваш состав в комментариях. А мы погнали сейчас к Рэнге. Нанесем визит. С подарками, с ракетами придем к нему. Все будет хорошо. Короче, с полным боекомплектом. Да. Главное, чтобы массовая атака. Я вот думаю, что здесь, наверное, нам... Какую бы нам использовать? Потому что одна у нас слабее массовая атака. Одна мощнее. Слабее, одна мощнее. Хм... Ну, я думаю, надо... Надо-надо-надо... Надо метеорит здесь использовать. Ты думаешь, метеорит? Да, чтобы он потом восстановился быстрее. А, слушай, ничего себе. Здесь увеличивает силу атаки на 20. Да, конечно. Нифигаааа. Ну, давай, да, метеорит. Но метеорит пять шагов. Ну, погнали, да. Let's go, let's go, ребята. Метеорит летит. И, конечно, я надеюсь, что все здесь отправятся... Да, шикарно. Очень хорошо. Великолепно. Очень хорошо. Я надеюсь, что и вторая волна так же сейчас с одного удара сляжет. Или же мы сможем восстановить немножко свою массовую атаку и зарядить метеорит против Кренга главного. Так, давай попробуем. Вторая массовая атака. Хорош. Подкинем хелсов. Проблем. Ну, хотя бы минус один. Да, проблем. Вот, смотри, как раз четыре еще хода, и у нас становится метеорит против Кренга Брайна. Ну, что-то мне не нравится, что на Армагона действует... А, сопротивление есть. Отлично. Дебафов главное, чтобы не навешали. Хорош, хорош. Сопротивляется очень сильно. Броня хороша. Мы сейчас будем кусать направо и налево. Хрусть. Хрусть, хрусть, хрусть. Хрум, хрум, хрум. Сейчас еще похрустим одним другом. Вот этим вот, например. Давай, хрустим. Хрусть. Хорошо. Хорош. Постепенный урон хотел активироваться. Кстати говоря, надо не забывать, что с этой атакой у нас может... Ой-ой-ой. Это было больно. Еще одна атака. Начали дамаг. 49. Начали дамаг. Нам наносить это плохо. Так, броня нас здесь спасла. Добиваем, да? Блин, этот кусочек дамага нам может сыграть злую шутку с нами на самом деле. Ребята, мы выходим на самого огромного и непобедимого Кренга в этой игре. Интересно, справится ли с ним Армагон или нет, мы сейчас посмотрим. Мы сейчас это узнаем. Ребята, пишите в кометах, сможем мы это сделать или нет. Погнали! Броня. Опа-на, броня, хорош. Так, еще одна атака. И четыре тысячи. Это очень мощно было. Что делать? Хрустим? Ребята, вот как раз это. Да, хрустим, конечно. Это самая мощная атака. Смотри, 190 урона повышенный. Так, 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 ребята, 190 процентов. Давай, Армагоша, не подведи. И здесь, бам, ему 7 тысяч. Это очень мой. Ну, он по четыре атака. А почему он по четыре начал атаковать? Под две же всегда было. Вот, две. Четыре атаки подряд. Две. Ох, динамит? Да, это метеорит с динамитом. Метеорит, но как бы шансы наши. А почему по четыре он? Он всегда реально же по две атаковал. Бам, 6 тысяч. Но здесь только если промахнется. Ну, конечно, мы пролетели. Пролетели. Да, и броня не активировалась. Ну, вот, вы понимаете, да, ребята? Вот чуть-чуть капельку, нам бы еще один ударчик. Один ударчик. Как он по четыре? Как он восемь тысяч нам сразу отнял? Две атаки подряд. Ну, я прям расстроен. Не знаю. Просто, ребята, ужасно. Мы так расстроены, что наш Робакон не справился, что пипец просто. Ну, ладно, ничего страшного. Ребята, ну что, увидимся уже в следующих видео. Огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. С вами была команда Детал. Всем пока. Пока.